В Самарской области появится комплексная программа стратегического развития. Это позволит привлечь деньги из федерального центра. Максимальную помощь пообещал замминистра регионального развития. На знакомство с регионом Сергей Дарькин отвел два дня. Начал с автоваза. Конвейером прошли особая экономическая зона, технопарк, два завода. Куйбышев Азот и Куйбышевский НПЗ. По итогам визита встреча с губернатором Николаем Меркушкиным. Названы точки роста и наведены мосты к возможным миллиардным инвестициям. Обо все подробно в обзоре Татьяны Дрожевкиной. Все федеральные визиты начинаются с главной заводской проходной Тольятти. Слишком много денег вложило государство в автоваз. И теперь предприятие генерирует отдачу прибылью. Вот и Сергей Дарькин сразу с самолета на конвейер, где выпускают ладу Ларгус, осматривает универсал. Потом садится за руль Калины, выходит довольный автопромом. Сергей Дарькин рассказывает о его масштабной модернизации автоваза и о росте продаж. Позже конвейером пройдут особая экономическая зона. Технопарк Жигулевская долина, два завода Куйбышев Азот и уже на следующий день в Самаре Куйбышевский НПЗ. В его реконструкцию только в этом году вложат более 11 миллиардов рублей. О поддержке нефтехимического, автомобильного и аэрокосмического кластера говорят уже на итоговой встрече в правительстве области. Очень важно нам сейчас правильно выстроить коммуникации с федеральными структурами. И прежде всего с Министерством регионального развития. Область при поддержке Минрегионразвития будет активно участвовать в федеральных программах модернизации ЖКХ, ремонта жилья, переселения из аварийных домов. Сергей Дарькин подтверждает, на совещанию президента принято решение выделить на эти цели 150 миллиардов рублей регионам. В Самарском рассчитывают и на помощь в возведении моста через Волгу в районе Тольятти. Об этом шла речь еще на встрече Владимира Путина и Николая Меркушкина. Мы определились, каким путем сейчас пойдем по мосту через Волгу, потому что для нас это исключительно важная тема. Естественно, по строящимся действующим, который сегодня Киргский мост строящийся, Фрунзенский мост, мы тоже определились, как мы дальше будем здесь продвигаться. Моя главная задача – это первая прямая помощь федерального центра всей области и тем кластерам, которые сегодня развиваются. Найти здесь те мировые конкурентные преимущества, которые у нас есть для того, чтобы дополнительно привлечь огромные инвестиции, в первую очередь, конечно, наши российские, но и иностранные в том числе, для дальнейшего развития экономики, современной экологической экономики, в первую очередь, в Самарской области. Выстроенное взаимодействие с Москвой поможет и в жилищной политике. Предстоит много строить. При этом, по словам Николая Меркушкина, цена квадратного метра должна быть на 20% ниже рыночной, не дороже 30 тысяч рублей. Такие подрядчики получат поддержку в рамках госпрограммы. Пока же по участию в федеральных проектах Самарская область не в числе самых активных. Получает раз в семь меньше средств, чем могла бы. Мы сейчас должны в течение где-то двух-трех, ну максимум четырех лет все это наверстать и выйти на позиции современные. И быть не хуже, а, может быть, лучше наших соседей. И это требует и подготовка к чемпионату мира. После этого визита в правительство области навели мосты к возможным миллиардным поступлениям. Татьяна Дрожевкина, Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырцев и Алексей Вельмискин. Новости губернии Тольятти, Самара.